Вот такой замечательный пост я нашел и думаю, он выражает настроение большинства населения России на сегодняшний момент. Это комментарии на предстоящие в Москве выборы мэра. И, как всегда, эхо Москвы и комментаторы один за одним захлебываются, призывая всех обязательно прийти, обязательно проголосовать, обязательно что-то сделать, обязательно прийти на митинг и так далее. Я никого не агитирую, ради бога, идите куда хотите, голосуйте за кого хотите. Но послушайте мнение человека, у которого уже просто накипело. Цитата. Раз в пять лет у вас есть шанс, оторвите от дивана пятую точку, если вы не проголосуете, проголосуют за вас. Мы-то проголосуем. На экраны выведут заранее согласованные с Кремлем цифры и что дальше? Вы позовете нас на улицу, на Майдан, Ойли. А когда мы пойдем на революцию, вы, по настоятельной просьбе властей, подвискарь, уведете нас на Болотную, поорать мы не уйдем, а сами уедете в Крушевель. А потом устроите голосовалку в интернете, готовы ли вы выйти на Манежную без согласования и, получив утвердительный ответ от 80% респондентов, согласуете Пушкинскую. А когда предложат Марина, тот, кто согласовал Пушкинскую, будет орать по тому же эхо «в этом вы виноваты». Это лишь сотая доля занятных и незабываемых деталей. «Ребята, вы реально надоели хуже Киселева. Хуже, потому что Киселева мы не слышим и не видим. А вы лезете к нам из всех оставшихся полусвободных СМИ. Те же лица, те же слова, те же увещевания и призывы. И поступки ваши будут те же. На другие вы не способны. Не переживайте за ваши два с половиной места в районных управах или где вы там еще есть. Если в Новогорёва решат, что вы их заслужили, то вы эти два процента получите. А пойдут ли люди с бумажками к деревянным коробкам со щелью или нет, не имеет больше никакого значения. Эти вещи независимы». Алекс Синодов. Не знаю имя этого автора, но описал он именно мое отношение к нынешней так называемой оппозиции. То, о чем я пишу постоянно в комментариях. Очнитесь, господа, нет давным-давно в России никакой оппозиции. Даже Александр Сотник вдруг решил немножечко пожурить Навального. Это я так напоминаю своим подписчикам, что вопросы к Алексею Навальному у меня конкретно были еще и два года тому назад. И мое отношение к нему ни на йоту не изменилось. Более того, в какой-то момент, помните, я сделал ролик «Политическая импотенция», я высказался о том, что мне, человеку, наблюдающему за ситуацией в России, чертовски надоели все эти Явлинские, Гудковы, Пархоминки и, конечно же, Венедиктовы. Ну а для тех, кто все еще верит, что народные массы могут что-то изменить, напоминаю в очередной раз. Даже если народные массы поднимутся, ну, например, под предводительством какого-нибудь удальцова, голодающего сейчас в тюрьме, это будет народный бунт, во все времена легко подавляемый властью. Революция в стране возможна только, когда и народ, и элита, и армия считают, что положение вещей больше невозможно терпеть, и его нужно срочно менять. Но дело в том, что в России, судя по всему, и армия, и спецслужбы, и разросшийся орган любого подавления и возмущения внутренних сил России, ну и, конечно же, элита, заправляющая капиталами, не согласны с мнением народа. Их Владимир Путин вполне устраивает. Так что, господа, никаких революций в ближайшее время не предвидится. А если вас кто-то призывает вперед, так будьте уверены, это направление в сторону Северной Кореи.